Большая церемония награждения состоялась сегодня в Бресте. Чествовали обладатели почетного звания «Человек года», а также победители соревнований, занесенных на доску почета Брестской области. Традиционно в этом списке люди, а также предприятия и организации, населенные пункты региона, которые внесли большой вклад в его социально-экономическое развитие. Своей приветственной речью губернатор региона Анатолий Лис подчеркнул, достижения, которыми мы можем гордиться, это результат трудолюбия и таланта жителей Брещины. Сегодня, в преддверии Первомайского праздника, мы пригласили вас сюда в торжественный и красивый зал филармонии, чтобы не только вручить заслуженные награды, но и выразить признательность за ваш огромный вклад в развитие нашей области. Я хочу искренне поблагодарить всех вас за ваш профессионализм, неравнодушие, умение и желание работать и показывать достойный пример своим карьерам. Вы представляете различные отрасли народного фитерства и социальной сферы. Но вас объединяет главное. Вы сумели добиться высоких результатов в деле, которым вы непосредственно занимаетесь. Первую награду в рамках церемонии получил областной центр Брещины. Город над Бугом был признан победителем соревнования за достижение в 2016 году наилучших результатов в выполнении показателей прогноза социально-экономического развития. И Брещанам действительно есть чем гордиться. Несмотря на высокую степень влияния целого ряда неблагоприятных факторов, была обеспечена стабильная работа экономики. Устойчивая положительная тенденция есть практически во всех отраслях народно-хозяйственного комплекса. Город над Бугом меняется и внешне, становится ярче и современнее. Однако, по словам мэра Бреста Александра Рогачука, высокая награда и определенные успехи – это очень приятно, но не повод для самоуспокоения. Скорее, наоборот, дополнительный стимул для дальнейшей работы. Есть четко проработанная руководство области методология определения победителей среди регионов. И эта методология включает в себя большой такой синтетический показатель. Здесь есть и экономическая составляющая, создание рабочих мест, инвестиционное привлекательное, строительство, благоустройство. То есть это комплексный показатель оценки действий региона за 2016 год. Поэтому, конечно, есть определенное удовлетворение от того, что именно город Брест по этому сложному показателю стал первым среди регионов нашей области, первым среди городов. Но это ни в коем случае не повод для самоуспокоения. Это тот фундамент, который мы должны активно использовать для дальнейшего развития нашего Бреста. Среди районов области лучшим стал Жабенковский, а среди сельских советов награду получил Телеханский. Вместе с лучшими населенными пунктами, административными единицами на областную доску почета занесено более десятка предприятий и организаций Брещины. Почетные дипломы из рук председателя обл. исполкома Анатолия Алиса получали их руководители и представители. То, что мы являемся основным экспертным, скажем, учреждением в области медицины по разделу кардиологии, накладывает соответствующий отпечаток. Безусловно, может быть, эта ситуация или, скажем, эта награда связана с тем, не только что мы освоили лучшие технологии, современные. На уровне Европы, на уровне Республики мы сегодня и по уровню подготовки специалистов, и по оснащению можем делать самые высокотехнологичные методики. Но, наверное, больше заслуга в том, что мы обеспечили доступность этих методик не только жителям Бреста и прилижайших районов, но и межрайонных центров. Важная составляющая большой церемонии – честование обладателей почетного звания «Человек-года». Люди, его получившие, работают в различных сферах и отраслях, имеют разный стаж и опыт, у каждого свои цели и задачи. Но есть и общее, объединяющее всех звено – любовь к делу, которым занимаются, людям, которые находятся рядом, и родной земле, на которой хочется жить, работать и покорять новые трудовые вершины. Оценка этого всего коллектива, всего нашего дружного биржестроевского коллектива, и поэтому я благодарен судьбе, что сложилось все в направлении выполнения тех заданий, которые определены нашим правительством, президентом, главой, губернатором нашей области. Мы достойно сегодня справляемся, имеется перспективное направление в нашей работе, поэтому хорошее настроение, хороший день останется в памяти. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович и Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы.